Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин 3 июля около 22 часов на 145-м километре автодороги А-162 Кызылак-Доврак произошло дорожно-транспортное происшествие с лобовым столкновением двух автомашин. В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте происшествия погибли 5 человек, в том числе трехлетний ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. По факту дорожно-транспортное происшествие проверку ведет следственное управление МВД по республике Тва. По предварительным данным ДТП произошло из-за нарушения пункта 11.1 правил дорожного движения, который устанавливает, что прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, достаточно свободна для обгона расстояния. И в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Уже известно, что водитель Мазда ранее неоднократно привлекался инспекторами ГИБДД к административной ответственности. Штраф он не уплачивал. Установлено, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с грузоберевозками. Автомашина не была оснащена необходимым при осуществлении такого вида деятельности тахографом. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы. Исполняющий обязанности главы республики Шалбан Карол поручил социальным службам оказать всемирную помощь родным погибших. Телекомпания «Новый век» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вот их имена. Еще одно ДТП со смертелем исходом произошло 27 июня на 77-м километре автодороги Эрзин-Качек. Водитель, управляя личным автомобилем марки УАЗ 469 модели, при спуске не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомашины на левую обочину. В машине находились 6 человек. На месте происшествия от полученных телесных повреждений скончалась пассажирка 89-го года рождения. Водитель и остальные пассажиры доставлены в Эрзинскую районную больницу с ушибами и травмами. В тот же день на 11-м километре автодороги торговых Шаганар аналогичное опрокидывание унесло жизнь пассажира. 21-летний житель Чадана, управляя автомашиной земляка марки Тойота Корона, двигаясь в северном направлении с превышением скорости, при повороте направо не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание на левую обочину. В автомобиле находились 3 пассажира. Один из них погиб на месте. Выжившие в автоваре госпитализированы в Эрзинскую районную больницу. В тот же день на 11-м километре автодороги торговых Шаганар аналогичное опрокидывание унесло жизнь пассажира. 21-летний житель Чадана, управляя автомашиной земляка марки Тойота Корона, двигаясь в северном направлении с превышением скорости, при повороте направо не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание на левую обочину. В автомобиле находились 3 пассажира. Один из них погиб на месте. Выжившие в автоваре госпитализированы в Ишаганарскую районную больницу. 28 июня на улице Магистральной был сбит пешеход. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушка 22 лет госпитализирована с различными травмами в республиканскую больницу. За рулем автомашины марки ВАЗ находился козылчанин с 1977 года рождения, который совершил грубое нарушение правил дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Водители, соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, будьте внимательны при переходе в проезжей части. Стерилий нонштук. Я согласен, что я вы. Непрерывный отдых. Ты тяни 7 секунд. В среднем надо выдыхать. Еще, 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 я жил, я 200 грамм выпил. Ну вот, смотрите, идет анализ. Там допустимая норма, но 16. Нет, но я выбил 200 грамм, я сразу же выбрал вам. Хорошо. Без тяги. Сколько? 1? 1,38. А это как? За минувшую неделю инспекторами ГИБДД было составлено 88 протоколов в отношении водителей, управлявших транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения. Из них 2 женщина и 4 мотоциклиста. Так, 29 июня на улице Красноармейская, города Козыла, 58-летний нетрезвый водитель, управляя Тойотой Короллой, акцию, двигаясь в восточном направлении при повороте и направлении, предоставил им преимущества движения автомашине ВАЗ-2103 и совершил столкновения. В результате дорожно-транспортного происшествия 7-летний пассажир отечественной легковой автомашины был госпитализирован. У водителя иномарки обнаружено превышение допустимого содержания спирта в выдыхаемом воздухе. Существую, конечно. Нет? И жалею даже глубоко. Теперь нетрезвому водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае, если судебно-медицинская экспертиза признает травмы ребенка, полученные в ДТП тяжкими, то наказание будет переквалифицировано в уголовное, в виде лишения свободы до 4 лет, либо принудительных работ сроком до 3 лет, плюс лишение прав на этот же срок. Ну а теперь время официальной статистики ГИБДД. Слово «Раля Рапча». За неделю вперед с 27 июня по 4 июля по республике зарегистрировано 32 дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли 8 человек, в том числе один ребенок и 25 получили ранения. О других происшествиях на дорогах Кызылы расскажут представители партнера программы компании «Аварком». 1 июля на перегрестке улиц Ленина и Титова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Тойоты Карина двигался по улице Ленина в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора, а владелец ВАЗ-2112 держал путь на юг по улице Титова, по утверждению водителя, также на разрешающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал. ВАЗ-2112 потерял передний бампер, помял капот и передние крылья, а у Тойоты пострадал левый бок. 2 июля на улице Кочетово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. ВАЗа 14 модели, Тойоты Пробокс и Тойоты Виста. Водители иномарок направлялись на запад, остановились перед светофором и на перекрестке Кочетова-Гагарина. В то же время, в том же направлении, под той же полосе, водитель ВАЗа на большой скорости врезался в стоящую Тойоту Пробокс. От сильного удара Пробокс отбросила вперед на несколько метров и ударила стоящую впереди Тойоту Виста. Пострадавших в данном ДТП нет. Все три машины получили большие повреждения. У виновника ДТП водителя ВАЗа при себе документов не оказалось. 29 июля водитель Тойоту Королла двигался по улице Интернациональной в южном направлении. А водитель Калины направлялся по улице Кочетова в западном направлении. Произошло столкновение. Оба утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. У Короллы повреждена левая передняя дверь, стекло, левый порог, смещена левая стойка кузова. У Калины более серьезные повреждения. К счастью, обошлось пять жертв. Материалы ДТП направлены на комиссию ГИБДД с целью установления виновника аварии. В тот же день в районе Левебережных ночных обществ ВАЗ 6-й модели двигался по своей дороге в северном направлении. В это же время таксист на Тойоте Плац ехал по перпендикулярной дороге в западном направлении. Произошло столкновение. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что оба водителя нарушили правила дорожного движения. Водитель ВАЗа не уступил дорогу движущемуся транспортному средству справа, а Тойота срезала угол поворота и выехала навстречу Жигули. Никто не пострадал. Водителям предстоит оплачивать ремонт машин противной стороны и своих личных средств. У меня на этом все. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин